Поправки, ужесточающие антикоррупционное законодательство, приняли сегодня во втором чтении депутат Госдумы. Законопроект внес в парламент президент. Документ, в частности, расширяет список чиновников, которым запрещено иметь счета в зарубежных банках. Есть и другие важные нововведения. Дмитрий Новиков подробнее. Новые поправки в антикоррупционное законодательство должны еще сильнее, как говорят депутаты, выбить почву из-под ног всех тех, кто, находясь на государственной службе, ворует и получает взятки. Чиновники как федерального, так и муниципального уровня должны быть готовы сообщать о своих расходах, а также расходах членов своей семьи в случае, например, если общая сумма сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг или акций превысит общий доход семьи за три последних года. Думцы подчеркивают, что все декларации госслужащих будут проверяться правоохранительными органами, а чиновников, искажающих или скрывающих данные о своих доходах и расходах, будут не только с позором выгонять с работы. Если доходы не трудовые, коррупционные, искупать вину придется исправительными работами и гигантскими штрафами. Коррупция это ржавчина, которая разъедает доверие общества к власти и наша задача красными флажками обставить все варианты коррупционного поведения чиновников и привлекать, конечно же, к серьезным мерам ответственности тех, кто пытается злоупотреблять доверием, которое ему оказано и ворует, находясь на государственных постах. Закон после вступления в силу с 1 января 2015 года также будет запрещать государственным служащим не только заниматься лично предпринимательской деятельностью, но и участвовать в управлении той или иной компанией через своих представителей. Помимо этого, новые поправки в антикоррупционное законодательство предусматривают и полный запрет всем чиновникам, участвующим в подготовке решений, затрагивающие вопросы национальной безопасности страны, открывать и иметь счета за границей. Как, впрочем, хранить деньги и какие-либо ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Говоря об этой инициативе, парламентарий считает, что такие ограничения напрямую относятся и к политической коррупции, когда отечественных чиновников, имеющих денежные вклады за рубежом, иностранцы могут не только шантажировать, но и принуждать к действиям, ослабляющим государство или даже наносящим вред своей родине. А это, как полагают думцы, уже не что иное, как российский позитивный пример борьбы с политической коррупцией на международном уровне. Сегодня для нас, как для государства, как для общества, есть целый комплекс вопросов, которые связаны как с защитой наших собственных национальных интересов и противодействия коррупции, так и с решением международных задач, которые позволят защитить суверенность и независимость экономическую, общественную и социальную других государств и других народов. Полагаю, что Россия может быть в этих вопросах примером и, в общем-то, инициатором очень позитивных процессов. Депутаты всех фракций без исключения ожидают, что закон о контроле за доходами чиновников станет, как уверяют на охотном ряду, хоть небольшим, но прорывом в борьбе с коррупцией. Дмитрий Новиков, Алексей Сидоров и Сергей Черкасов. НТВ. Госдума.